Всем привет, меня зовут Максим Епихин и мы продолжаем работать над онлайн-игрой на Unreal Engine. В прошлый раз мы сделали хост-меню, вы видите его здесь, настройки были, у нас нет find-сервера и теперь нам нужно его сделать. Но перед этим у нас был недочет такой, когда мы нажимаем играть, у нас сразу показывается так, но и ничего с ним не сделать. И причем реально с ними ничего не сделать из виджета, потому что ноль это минимальный виджет. Поэтому нам нужно переименовать border в submenu, сделать его переменной, скомпилировать, создать переменной, которая будет отвечать на visibility. SubmenuVis. Это у нас будет isolate visibility. По дефолту будет hidden. Значит теперь у submenu здесь делаем пинт на submenuVis. Селим. И каждый раз, когда мы нажимаем на настройки, вот здесь, здесь и settings, мы должны делать актив виджет, сетвизабилити этого виджета, но перед этим сразу показать, изменить на true visibility. Итак, давайте проделаем эти действия. У нас нужно вот так вот сделать. и и и и и это main menu. Мы только устанавливаем visibility. Все, здесь мы можем чем-то делать. Поэтому расширяем область для нашей переменной. Делаем более компактно. и каждый раз меняем данную переменную в менюшке. Каждый раз мы это делаем. Эту переменную в main menu. Таким образом, мы можем нажать настройки и она попалится. Но, есть такой нюанс, что у нас же скрывается, да? И все. По умолчанию, когда мы запускаем игру, она пустая. Оп. При повторном нажатии на настройки нужно сделать тоже скрытие. только на настройки. Значит, нужно проверить, если это visible, то здесь сделать hidden. Проверим. Проверим. Оу. Как это? Кидал. Правильно. Не self, а вот этого. Настройки. Настройки. Это связано с тем, что по умолчанию она у всех visible, а вот только потом становится не visible, да? Поэтому в дизайнере. В дизайнере каждого бюджета. Это вот тут у нас. Нам нужно поставить по умолчанию hidden. У всех. Скорее всего, это сработает. Поэтому, да? Вот. Все замечательно работает. Все. Сохраняем. Теперь приступаем к делу. Наше дело было это создать findServerMenu. Отлично. Переходим. Это нам нужно будет, наверное. Я пробовал. Нам не надо. FindServerMenu. Значит, findServerMenu у нас изначально имеет точно такие же абсолютно переменные, как и обычное меню. Потому что оно и будет выглядеть практически так же. Для примера откроем. То есть будет то же самое, только без инициализации. Мы скопируем рейборда и вставим место. Canvas сюда. А что нам нужно? Здесь будет не настройки сервера, а поиск игры. Нам нужно удалить HorizontalBuds, PlayerCount и оставить только режим игры. Все остальное то же самое. Значит, теперь имеем в копии то же самое. Посмотрим, какие перемены у нас есть. У нас есть NetTypeText. Ну, мы сделаем более понятную структуру чуть попозже. У нас есть NetTypeText, который по умолчению локально. Перемены для того, чтобы работать. По умолчанию true. Вот это нам все не надо. Это не надо. Вот это надо. По умолчанию false. И GlobalGaming. Пока что. Пока что. Я думаю, это будет пока достаточно. Здесь мы делаем. Вот так и компилируем. Так, все отлично. Тик на меню, переконструкт не нужен. Что нам теперь нужно сделать? Нам нужно настроить кнопку назад. Сразу. И скопировать ее. Отсюда. Вот она. Цвет визабилити hidden. Значит, кнопка Back. Клик. Сюда. Скрыли. Все. Неважно, что это такое. Компирируем. Сохраним. Каждый раз. Вот здесь можно нажать на Always. И вот это. Чтобы вот это не нажимать потом. Изменить тип игры. Компирируем. У нас скопировался комментарий. Вау. Ха-ха-ха. Оставляем доди-функции. У нас это все есть. Компилим. Это нам не надо. Это не надо. Это тоже не надо. Вот это надо. Хотя, подождите. Подождите. Чем нам это надо. Нам это нужно будет, чтобы потом обращаться. Обращаться к нашей функции. Которую мы созадим далее. А вот он. Инициализация во всей красе. Компилируем. Сохраним. Все. Видея биджет наш готов. Единственное, что надо теперь кнопку начать. А. Теперь надо нажать бинды. Бинды. На активность бинды будет. Exit button. Здесь. Bind.net.type.text. D. Бинды. 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 Или нет. Ха-ха. Теперь. Да. Угу. По-моему, все. Все. Просто проверим. Найти игру. Да. И, наверное, дефолт по началу 0. Нам, в принципе, без разницы. Вообще. Без разницы абсолютно. Найти игру. Найти игру. Найти игру. Найти игру. Тут был по-моему, false, да? Здесь по-моему, true. Нет, стоп. Сорв-сорв-сорв-сорв-сорв-сорв-сорв-сорв-сорв-сорв. Нужно. Нужно. Она нужна, чтобы передавать ее. А. А. accept button. По-моему, все. Умолчание вообще не нужно. А. Да, я знаю. Проблема с биндом. А. 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 поэтому мы делаем кремов пинт у нас всегда должна быть активна давайте я запустим вот все это что-то происходит а теперь нажать на эту волшебную кнопку это мы закрываем нажать на эту кнопку у нас что-то должно происходить а что именно нам нужно начать поиск чтобы начать поиск серверов нам нужно создать функцию которая будет в Global Game Instance поэтому переходим в Global Game Instance и делаем кастом-авент кастом-авент будет называться Join To Server Кнопа конечно будет с одному стилю тогда уж вот так вот Join to Server Join to Server нам нужен так Join to Server у нас Join to Server нереплецируемая она имеет один параметр это Groupion Sessions и это будет Session To Join то есть сессия к которой мы будем подключаться в дальнейшем или что-то будет тут у нас происходить вот что-то происходит что будет происходить это мы потом уже зададим когда мы кликаем на кнопку начать поиск нам хочется сделать ну какой-то ну скорее всего задержку поиска будет потому что локально это находится моментально а если глобально поэтому нам нужно сделать switcher то есть вот вот эта область должна будет поменяться значит кликаем сюда вот этот horizontal box делим в wrap with widget switcher это будет пусть будет widget switcher неважно как он будет называться можно даже назвать теперь будет toggle display menu ну или так toggle display menu или просто угол display widget вот так вот после того как мы у нас есть стандартное нам нужно добавить то есть у нас будет выбор нажимаем и загрузка загрузка это примитив циркул trouble а вот так она выглядит давайте радиус увеличим до 32 ну ладно 24 с первой памятно не пусть крутится вот так хорошо отлично компилируем это будет lowlink лова пинг 4 уже вот так это перемен все компилируем и последнее последнее переменное последнее что у нас будет это счетчик обратного счета на то что до времени подумать по поводу подключаться ли напишем просто десять секунд и копируем назовем это count down вот так компилируем переменная сделаем если надо будет удалить значит что у нас происходит теперь когда мы кликаем нужно сравнить вообще по поводу с этих сессий у нас же будет сессия определенной поэтому нам нужно будет ввести ряд переменных по поводу отображения сессии так значит сначала делаем булевую переменную давайте при клике при клике до целого переменного сессия сессия found булевая переменная она у нас по умолчанию fold конечно же значит берем get если если сессия не найдена то нужно искать в случае если найдена то нужно все выдавить с экрана remove from current и от нашего global game instance подвести функцию потому что какая-то сессия у нас будет будет а это будет сессия надо сделать переменную которая будет называться apple play apple 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 сессия которая будет являться найдена вот она найдена пока мы еще не знаем что это и так значит что будем делать когда искать для того чтобы искать давайте макро запишем это будет refresh с м м м м в м 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 значит что у нас происходит м у нас кстати должна быть м если переменная подумал что здесь должно быть заменяться на поиск здесь будет поиск и он крутится поиск значит нужна быть переменная переменная которая будет называться play это будет текст этот текст нужно будет устанавливать в качестве input у нас будет эксек им да тут а здесь будет то же самое только вот так простенько все здесь нам нужно установить фразу поиск игры так получить этот виджет тугу дисплей виджет и сделать актив актив индекс поиска это будет первой и точнее так теперь нам нужно хранить все сессии которые мы нашли когда либо вообще или найдем это будет founded sessions это будет blueprint sessions с крючок компания с здесь мы сделаем где нет чтобы эти сессии здесь сначала очищались перед тем как мы сделаем поиск где-нибудь пустыня будет м м 3 с с у нас а да у нас нужно быть массив clear так мы здесь поставим галочку clear все очистили массив в связи а далее нужно найти сессии find session ищем по каким-то критериям м какие у нас могут быть критерии сессии во-первых player control get owning player тот кто будет обладать далее нам нужно слан это как раз то сколько ну то есть это по сети или нет и вот max result это будет количество сессии которое нам это промоут веровал number of совершенно результат объясню для чего нужна перемена перемена нужно для того чтобы мы могли давайте порядка там десяти здесь искать например среди десяти сервера предположим это очень актуальна тема десять серверов нашли все замечательно это же намного лучше чем например то есть на страницу можно по десять выводить ну условно так скажем если в будущем делать это чем десять для сети итак мы нашли какие то сессии и теперь нам нужно задать то что мы вынесли в переменную все вот эти наши сессии нашли теперь когда наше сессии нужно сделать форич 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 вот для каждой сессии нам нужно сделать отбор какой отбор значит здесь должно быть get count players текущее количество игроков сейчас сколько максимум игроков и если оно не равно нот ик в случае если оно не равно даже наверное не не равно а меньше меньше да меньше чтобы не могли перевесить мы должны так красиво получится или сделать ох получится ну это красиво не красоте сейчас и когда мы сделали мы должны сказать что мы нашли сессию то есть одну какую-то единственную мы находим а сессию фонд сет и наша какая-то конкретная сессия которую мы нашли и будет вот эти вот этой сессии вот 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 это некрасиво и нам нужно вот так вот протянуть хотя такой забор ну ладно все но нашли теперь сессия удачная нам что нашла и когда нашлась нам нужно закончить про смысл дальше искать поэтому здесь мы сделаем вот так вот неплохо так теперь когда мы нашли сессию нам нужно по завершению цикла может быть не нашли правильно нам нужно проверить действительно ли мы нашли сессию реально ли или все-таки успехом не удалось и если мы не нашли то нам нужно play mode header set player вот и здесь написать что ничего не найдено ничего не найдено точка попробуйте повторить поиск повторить поиск так и точку в конце добавим так хорошо теперь значит выдалась ошибка и нам нужно активировать другой бюджет который будет номером это false когда мы сделали false нам нужно вернуться в начало чтобы вернуться в начало нам нужно получить тугу бюджет и сет индекс нот и возвращаемся мы на нулевое то есть самое начало теперь когда мы сделали когда мы можем вернуться в начало еще вот сюда скорее всего когда не получилось а вот здесь кстати не вот это не просто исполнение а он когда фейл при поиске сессии вообще неприбитная ошибка возникла нам нужно сказать что у нас колоссально не дался поиск поиск не удался . попробуйте повторить поиск когда поиск удался а вообще не удался точно то же самое сюда и с этим пока подумай эти должны быть out ну может быть какие-то еще у нас действия а когда у нас true нужно показать виджет успеха то есть это будет счетчик 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 это видит цифры 2 там пониже спустим по спустим по цифре вам показали и можно отобразить как-то перейдем в винкрафт и добавим кастом то и и это будет у нас version to join. Это будет blueprint session result. Здесь мы ее будем показывать человеку. И вызовем его. Вызовем эту функцию и покажем текущую. Все, скомпилировали. Так, out now. Ну, пока оставим. Вообще он не норм. Это вот. Переходим в graph. Что у нас происходит? Почему не нужен он? Потому что мы с ним нечего делать, не путем. Но мы сделаем вот так вот. Полезная штука. Значит, здесь мы теперь делаем refresh. А вот можно было бы сделать, например, по завершению. Но нам завершение не надо. Завершение, так или иначе, ссылается к дисплею. или возвращение. Поэтому можно оставить так, как есть. Вот это видишь. Это будет поиск сессии. Если нет, нет. Если не найдены текущие. Если еще найдены. Что такое у нас дисплей? Дисплей будет изображаться тогда, когда у нас сервер найден. И нам нужно отобразить время на человеку подумать. Чтобы на человеку подумать, сначала нужно пересоздать сессию. Переназначить ее. Мало ли там, что в процессе потеряется. И сделать таймер. Как делать таймер? Таймер по событию сделаем. Событие будет таймер сессии. Поэтому делаем Set Timer. MyVent. Вот такой код. Какой-то ивент. И время 1. Запустить через секунду. После чего сделаем Set. Перемены нашли. И скажем, что игра нужна. Точка. Присоединиться к игре. Это образец. Да. Я знаю. Лоббинг. И это образец вот здесь. Значит, теперь создаем CustomBand. Как раз по таймеру. Сессию таймеру. Он нужен, чтобы в течение какого-то времени. выполнялся этот ивент. Для демонстрации нашего времени. На что удостовериться до сих пор. Что сессия найдена. Иначе может произойти непривезли сбои. И только в том случае, если Сессия найдена. Пишем Дупо. Дум. Только в случае, если все нормально сессии. То нам нужно сделать что-то. И таймер наш будет в 10 секунд. Давайте. 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 Давайте руками пропишем. 10 секунд. По завершению нужно что-то сделать. Для Reset Timer нужно сделать CustomBand. Под названием Reset Timer. Вот. Так. Компилируем. Эммм. Может быть. Какое событие. Теперь. Значит. Что нужно сделать единожды. Да. Это. Какое-то управляющее звено. Мы сделаем. Новую функцию. Которая будет называться. Handle. Countdown. Эта управляющая функция будет. От. Текущего времени. У нас это. Эмм. Сладим перемену. Timer. Value. Это. Inteture. Эмм. По умолчанию. 10. Должна быть. Эмм. Эмм. Так. Нужно постоянно отнимать единицу. То есть. Чингет. Минус. Один. И так вот. Вот так вот. Далее. Нужно сравнить. Что. Равно ли это нулю. Только в том случае. Если. А. Это равно нулю. Мы можем сказать. Что. Сессия не найдена. Все. Человек. Отказался. Дальник. Высобновить таймер. на прежнего значения. В 10 единиц. Времени. Установить. А. Текст. Обратно. Взять наши виджеты и обратно его показать. и взять как раз reset timer это и будет наше событие по возобновлению времени а таким образом находится матч значит проверить мы пока это никак не сможем потому что если мы нажмем на тигру начать сначала работать не будет а не будет она работать потому что ничего в принципе быть тут не может вообще видите у нас session found false а нам нужно какую-то сессию да хотя бы досоздать сейчас я проверю все ли мы правильно сделали так по умолчанию по умолчанию нужно будет установить также play mode так а мы тут мы не сделали смену так да мы не сделали смену net type text они сделали так set net type text по умолчанию лака 1 хотя это дефолтное значение но при открытии оно должно быть то есть можно сохраниться и там она поможет глобально поэтому здесь это как бы сброс такой сброс параметров так отлично изменение два типа возврат в меню мы сделали изменение типа игры это вот эта часть в этом у нас изменение типа игры сделано так теперь поиск поиск мы сделали поиск мы сделали а а и вот как раз тот самый случай когда мы забыли забиндить все события значит здесь бинд вот здесь на тексте это playmode федер вот здесь net type текст уже забиндили да эм так мы кстати не сможем таймер передавать я подумал мы не сможем передавать таймер поэтому нужно создать бинд это вот тут это у нас будет конверт конвертация да мы так делали convert count down и здесь мы получаем текущий таймер и переводим его в формат текста с т т т т т т т компасы здесь мы создали так дайк посмотрим т пусто потому что там потому что почему мы изобили так вот тут режим игры а по умолчанию переменная этому не равна выберите режим игры начать поиск не удался повторите поиск и как видите это будет у нас тут поиск и все так же поиск не удался ага чтобы поиск удался можно создать комп и как было видно здесь у нас получается так что мы начинаем играть и она остается это нам нужно сделать сброс этих переменных глобальным образом кстати пункт reset all to all widget values timer 10 play mode эдер такой enable one true и все значит при back обязательно и наверно и наверно нет тип тип текст локал проверим проверим теперь нам нужно а вот это у нас хорошо, предположим мы это сделали теперь у нас есть незаконченная вещь это launch level и join-to-server давайте сделаем начнем с того, что нам нужен join-to-server самый простой предположим у нас есть у нас есть сессия все замечательно единственное что можно сделать это отобразить отобразить наверное загрузочный экран просто вот мол в фоне что-то делал я не замечал никаких там подвисаний поэтому создадим кастом что он будет а вот эти кстати нам уже не нужны мы пошли с одним меню а вот этот придется сделать loading screen нам нужно так здесь нужен только вот этот здесь нужно создать loading screen создать и сделать то же самое что мы делали до этого только в том случае если если он валидный только тогда мы можем добавить его на viewport но предположим что он у нас совершенно не валидный тогда можно выбрать create widget становится на самом один screen виджет эта переменная становится инициализируем здесь нужно get player controller и уйти вот сюда в зиму загрузки мы видим по цвету и в joint-server сначала нужно zhroll loading screen когда мы его сделали, нам нужно сделать joint-server и перетянуть вот это значение сюда все, подключились а player control это будет тикет он подключится все, подключились это подключение к серверу цвет, потом создадим теперь создание сервера тоже достаточно простая функция сложнее, конечно, чуть-чуть но не сказал бы, что на столик количество максимальных игроков должно быть переменной max players так, у нас есть еще сервер теперь promote server я объясню, для чего это нужно эти переменные должны быть реплицей сервер пусть это алког создастых мы их передадим и он будет знать, что это такое что это за переменные какое у него имя эти переменные гуляют и будут отображаться внутри каждого клиента сервера отобразить меню загрузки создать сессию сессию так get player controller use one вот вот это и max players max players здесь предположим создание бывает так, что будет ошибка с ошибками разберемся в дальнейшем и теперь нужно как просто открыть уровень открыть какой-то уровень и уровень будет лобби здесь будет какая-то ошибка это не важно пока это будет создание сервера создание лобби сколько сервера с теперь давайте протестируем вот эту часть значит если мы будем так все будет то же самое вообще ничего в LAN не найти нажимаем создать игру серверный количество игроков 2 локали начать так это ошибочка что-то я сделал не так и скорее всего это будет вот тут host game host game так давайте посмотрим так загрузочный экран давайте сразу это сделаем загрузочный экран у нас очень простой это обычный бордер только черного цвета черного цвета это вот тут а это один он у нас идет вот тут full control нажимаем и все нормально затягивается внутри него должен быть горизонтал бокс в горизонтал боксе должен быть текст какой-нибудь отступ и загрузочка горизонтал бокс идет вниз вправо здесь здесь будет в тексте загрузка у него 24 пиксеры единицу на скорость текст 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 вот так вот выравним спейсер 25 пиксер а давайте еще один спейсер вот так вот нормально а никакой логики у нас внутри этого нет тем более никаких переменных и так далее все по идее сейчас при создании игры нужно появиться загрузочный и перейти на level в лобе если все в порядке так немножко посидев подумав я понял в чем была проблема и сейчас нам нужно перейти в папку проекта зайти в config текстов тенджин и изменить его с помощью любого редактора добавить вот эту секцию вот вот этой секции нам не хватало что здесь можно настроить под стим но мы это будем делать в будущем пока что нам не нужно никаких дополнительных систем потому что мы будем использовать ничего просто сетку теперь давайте добавил я уже давайте теперь проверим нажимаем создать игру нажимаем начать все черное окно как и должно быть по идее так и найти игру нажимаем начать как видите поиск уже идет 10 секунд он найдет и как видно нам не дают ну отсчет до назад и забыл соединить пин вот все теперь вообще должно быть все идеально нужно же сразу искать игру вот так вот просто он напишет что сейчас ошибка игра ничего не найдена ничего не найдена создать игру создать найти игру начать игра найдена присоединиться да нет если мы скажем нет видите остается эта вещь это нужно исправить если начать он присоединится к лобби значит последнее что нужно исправить это если мы оказываемся при нажатии назад нам нужно нам нужно каждую секунду вызывается этот ответ и мы тогда при нажатии назад мы обнуляли все переменные и обнуляем это это должно быть что-то да но не я же сделаю просто типа ну там 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 да все равно это да все равно это да я не хочу там но забыли сделать все сессии уничтожаем вот это можно сделать но с ними не фигурирует поэтому у тебя бесполезно это будет абсолютно и нам нужно просить сразу конкурсу когда выделим reset биджет вылез нам нужно я правда не знаю насколько это будет актуально но если здесь сделать вот вот такую не будет никакой там путинец интересный с с 9 8 7 назад почему идти игру даже несколько что проверяю что действительно все хорошо вот ничего не заменится видим ничего не заменяется начать расскажу все все белисимо ребята все замечательно теперь у нас есть рабочие рабочие станции для того чтобы создавать комнаты создавать и подключение и подключаться непосредственно к готовым сессии нам нужно теперь проверить это то же самое на разных компьютерах но мы это проверим уже потом скажу заранее что все будет отлично работать и и и и наверное на этом мы закончим урок по созданию системы поиска серверов и в принципе работы с с менюшными дизайнами возможно в дальнейшем обновим немножечко подправим поэтому на этом серию по дизайну и созданию комнаты и подключение к ней мы закончим и в следующей серии мы будем делать лобби посвятим огромную часть именно для того чтобы показать как можно работать с лобби менюшкой ну все спасибо за внимание за просмотры ставьте лайки и давайте сделаем много много репостов потому что я старался изучал и всем пока можно помочь на элли в в в в Продолжение следует...